я сегодня вам покажу каким образом вы можете монетизировать свой ресурс потому что общавшись с бизнесменами я понял одно что бизнесмен использует свой ресурс максимум на 20 процентов и зачастую если сделать из этого продукт и дополнительную монетизацию то можно зарабатывать гораздо больше на ресурсе чем на своем продукте и услуги они хотели обанкротиться они продали свой бизнес за миллион рублей через полтора месяца буду сегодня делиться с вами самыми интересными лайфхаками до сих пор самый популярный маркетинговый инструмент в регионах и в других странах к сожалению это сделать дешевле чем у соседа но это работает до тех пор пока сосед об этом не узнал и не сделать дешевле чем у другого соседа а потом другой узнал сделал дешевле чем у этого соседа и в итоге что происходит никто не зарабатывает так вот мы сегодня с вами будем не будем говорить о том как сделать дешевле чем у соседа сегодня мы будем говорить о том как продавать в 5 раз дороже то что вы продаете и я буду бороться с вашими убеждениями что это нереально вне зависимости что вы услуги предоставляете или вы производитель или какие-то товары то есть моя задача сделать так чтобы вы посмотрели на бизнес по-другому я считаю что если ты хочешь иметь то что имеет другие то и делай точно так же как делают другие если ты хочешь больше нужно делать по-другому а я сегодня вам покажу каким образом вы можете монетизировать свой ресурс потому что общавшись с бизнесменами я понял одно что бизнесмен использует свой ресурс максимум на 20 процентов и зачастую если сделать из этого продукт и дополнительную монетизацию то можно зарабатывать гораздо больше на ресурсе чем на своем продукте и услуги и и мы это сегодня с вами тоже разберем а давайте даже может быть даже с этого и начнем того есть база более 10 тысяч человек например у кого есть 10 или более база что такое база это люди которые вошли с вами финансовые взаимоотношения это те люди которые уже вошли то есть создался фактор доверия к вам и желательно чтобы это было в одном городе то есть эта база в одном городе 10 тысяч человек то есть я считаю что продажи это фактор доверия чем больше то есть фактор доверия тем больше шансов что у тебя произойдет хорошая продажа ноль не доверяю 10 это секта сказали в окно значит в окно так вот если люди вошли с вами финансовые взаимоотношения то уже как минимум на пятерочку 22 тысячи человек то есть это те люди которые вошли с вами в финансовые взаимоотношения а там какое-нибудь ваше сообщество например там помидор возьмем помидор мне нравятся помидоры так скажите кто бы из вас хотел бы вступить в сообщество помидор и платить по 10 евро ежемесячно 10 евро ежемесячно за то что вы в сообществе помидор просто ну хорошие значки вам дадим как вы будете ходить со значками вот кто бы согласился как вам предложение по моему потрясающе вам не кажется за 10 евро в месяц с вашей карточки списывается 10 евро и вы в сообществе помидор чё не неинтересно а теперь смотрите скажем что у вас у каждого есть рестораны в своем городе в которые вы ходите и вы прикручиваете свою карточку и платите 10 евро в месяц а значит и каждый месяц к вам присылается код безлимитно в течение месяца вы пьете кофе в хороших ресторанах в своем городе скажите кто бы при этом случае включился в сообщество помидор со значком было бы интересно в таком случае включиться в это сообщество по статистике по статистике где-то отвечают 80 процентов да нам интересно причем это те кто не вошли в финансовые взаимоотношения с основателем помидора понимаете а просто потому что им нравится сама эта идея они понимаются ценность в этом поэтому если мы возьмем даже даже не 80 возьмем пессимистичную историю 50 процентов и возьмем базу 22 тысячи человек 22 тысячи человек это 50 процентов 11 тысяч получается правильно а теперь 11 тысяч умножим на 10 евро в месяц сколько мы получаем друзья мои а мы получаем 110 тысяч евро в месяц понимаете 110 тысяч евро в месяц либо больше миллиона долларов в год дополнительного заработка на собственном ресурсе основной вопрос а как же это сделать как же это сделать нам же надо кофе безлимитно давать да очень просто и рестораторы меня сейчас поймут себестоимость кофе 20 рублей или же там 20 центов получается даже меньше 15 рублей американо а стоимость потенциального клиента который по привлечения в ресторан таргетологи если есть могут подтвердить эту историю 150-300 рублей так скажите что выгоднее тратить деньги на рекламу в ресторатор привлечения людей или отдать кофе за 12 рублей чтобы человек пришел и что происходит следующее мы приходим к ресторатору и говорим хотите сэкономить в пять раз свой маркетинговый рекламный бюджет он говорит конечно хочу отдай кофе помидору при этом получишь 11 тысяч человек которые по 15 рублей к тебе придут потому что они будут когда угодно безлимитно пить кофе и получается каждый приход обойдется 15 рублей понимаете а это гораздо выгоднее чем тратить деньги на рекламу как вы понимаете не считая сарафанки что еще ребенок может там спраздновать день рождения все что угодно может быть и получается с одной стороны люди получают кофе совершенно бесплатно к примеру а с другой стороны ресторан получает трафик по 10-15 рублей а с третьей стороны помидор а и чает около миллиона долларов в год дополнительной прибыли на собственном ресурсе на монетизации своей аудитории моя задача доставить вас посмотреть по-другому вот этот инструмент который я только что вам дал это инструмент монетизации вашей аудитории и неважно там будет кофе или что-то другое огромное количество продуктов и услуг себестоимость их гораздо дешевле чем стоимость потенциального клиента который тратится на рекламу и первая история понятно дальше поехали рассказываю вам второй инструмент значит я вообще начинал с энергетической компании когда мне было 20 лет мы с ребятами основали энергетическую компанию в санкт-петербурге ну что значит основали мы сняли 20 квадратных метров офис и стали подключать маленькие магазинчики к электричеству через мне было 20 ребятам было 25 через буквально три года наш средний чек составил порядка 50 миллионов рублей это где-то 800 тысяч долларов и могу вам сказать следующее что не всегда так было круто где-то через два года знаю у нас был кризисный период и у нас осталось 2 миллиона рублей 2 миллиона рублей это где-то порядка восьми 30 тысяч евро и это один раз заплатить зарплату в итоге получилось что они меня вызвали говорят у нас самый молодой самый активный на тебе 100 тысяч рублей иди и без контракта не возвращаясь я пошел на конференцию где была где были мои потенциальные клиенты это генеральные директора и владельцы строительных компаний было порядка семидесяти человек выступал там вячеслав адамович зеренков возможно кто-то слышал компанию лет спин лет спецму и когда был возможность задать ему вопрос я поднял руку встал и говорю вячеслав адамович у меня к вам вопрос дело в том что за последние несколько лет мы сработали с крупнейшими застройщиками в санкт-петербурге и в среднем сделали дешевле чем дешевле на 10-15 процентов чем другие но у нас есть проблема это главные энергетики и главные инженеры потому что им совершенно не интересно минимизация бюджетов строительных компаний потому что они все сидят на возвратно-бонусной системе тире что откаты все правильно так скажите как нам компания которая реально минимизирует затраты строительных компаний обходить стороной этих недобросовестных главных инженеров и главных энергетиков и напрямую работать застройщиками и генеральными директорами потому что только им интересно минимизация их бюджета и присел и могу вам сказать следующее мне совершенно было параллельно что он ответит потому что я ждал перерыва и могу вам сказать следующее что в перерыве вокруг меня было гораздо больше людей чем вокруг вячеслава адамовича потому что всем стало интересно а что как они минимизируют на 15-10 процентов бюджет а как же с кем они работали еще что-то меня никто не знал я пришел туда и задал качественный волшебный я его называю вопрос и сделал так что все ко мне стали подходить потому что могу вам сказать следующее если вы хотите заключить контракт докажите что он вам не нужен если хотите привлечь инвестиции докажите что они вам не нужны я имею право это говорить потому что за последние несколько лет я провлекал уже четыре раза инвестиции и в четырех конкурсов которых я участвовал в инвестиционах в трех из них я победил что такое кросс-маркетинг кросс-маркетинг состоит из двух вещей первое это создание добавочной ценности и второе это закон богатство для того чтобы что-то получить сначала отдай обращается ко мне зоомагазин и говорит влад что делать мы хотим обанкротиться я говорю не переживайте что делать надо я говорю вы берете полиэтиленовых полиэтиленовые пакеты и кладете туда рыбу и этих рыбок дарите по всем детишкам кому только можете в итоге ребенок прибегает домой и говорит мама у нас появился обитатель нашего дома они говорят класс и здесь два варианта либо она говорит слить унитаз рыбку либо она говорит нам нужен аквариум а где же купить аквариум друзья мои аквариум купить стикер наклеен на полиэтиленовом пакете друзья у нас не хватило аквариумов мы продавали трехлитровые банки в десять раз дороже они хотели обанкротиться они продали свой бизнес за миллион рублей через полтора месяца вы понимаете но если бы сейчас я бы это делал я бы сделал бы апгрейд я бы еще бы когда они приходили я бы говорил вы знаете та рыбка которая вам досталась она стайная ей одиноко одной и таким образом я бы повысил бы еще средний чек и получается вот на этом элементарном примере вы сейчас понимаете закон богатства сначала ты отдаешь потом получаешь я недавно буквально летел с баре алибасовым самолете и мы с ним обменивались различными кейсами и он мне говорит влад это прикольно у меня тоже был был классная фишка знаете вот такие вот есть петушки которые вот на палочке они копейки стоят себестоимость полтора рубля один петушок и надо было привлечь в магазин в ресторан фудкорт в торговый комплекс людей так вот они взяли сделали красного петушка и взяли синего петушка и внизу стали детям раздавать красных петушков подходить и дарить красного петушка а потом говорят но у этого петушка красного есть еще друг синий петушок он находится наверху идите и подружите потому что он без друга не может и родители и дети не слезали с родителей пока нет не придут и не получат этого синего петушка элит три рубля друзья мои три рубля при этом лояльность сарафан короче все выигрыш понимаете то есть и после этого когда мне говорят у нас трафика там нету кризис еще что-то я говорю ребята петушки ваше спасение понимаете то есть это просто элементарно это просто технологии я который вы можете завтра сделать и получить совсем другие результаты